Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисова. Это первая часть видео о том, что съела моя кожа за январь. Средств довольно много. Я надеюсь, уложится в две части, но, возможно, их будет три даже. Но, я думаю, вы не против. Я так вижу, что вам тоже нравятся эти видео, как и мне. Я считаю их полезными, потому что это последний окончательный отзыв о средстве, которое уже закончилось. И, возможно, даже моё мнение поменялось о нём в худшую или в лучшую сторону. Что ж, давайте начнём. Как всегда, стараюсь двигаться по хронологии. То есть, вначале снятие макияжа, потом тонизация, если закончились какие-то тоники, потом увлажнение, потом питание. Ну и какие-то специальные масочки, в общем, всё остальное. Возможно, даже бытовая химия. Если мне есть действительно что об этом сказать, в противном случае я ваше время этим не занимаюсь. Вначале я снимаю макияж двухфазным средством. Закончилось у меня вот такое от H2O. Это серия Элемент. Средство не очень хорошо снимает макияж с глаз. Требуется долго довольно держать ватные диски. Я показывала, как я снимаю. Я не тру, я просто прикладываю, много наливаю. Просто я так не жадничаю, наливаю побольше. На ватные диски прикладываю и жду какое-то время. Я хотела бы утверждать, что данное средство явилось для меня каким-то открытием, чем-то интересным, хорошим. H2O неплохой бренд. В принципе, мне нравятся их тоники. Но это средство, на мой взгляд, не заслуживает большого внимания. Я бритала его с очень большой скидкой за, по-моему, 300 рублей. Как-то так. Но мне кажется, оно даже хуже снимает макияж, чем те, которые стоят в районе 200 рублей средства. Поэтому не стала бы его рекомендовать. Следующее тоже очищающее средство – это молочко для умывания и снятия макияжа, очищения любого типа кожи. 150 мл от бренда Шоконад. Серия с ягодами Годжи. Прекрасный натуральный состав. Совершенно потрясающий аромат. Мне очень-очень он нравился. Какой-то такой ягодно, шоколадно. Ну, в общем, что-то такое опять у них вкусненькое. Вот, этим средством я просто умывалась с утра. Я показывала вам, как я это делаю. Я заменила такие пенищи и умывания на вот такие щадящие. Для моей склонной к сухости кожи и возрастной, у меня 45 лет, я считаю, это самый лучший вариант. Хороший, мне понравилось, очень мягкая, когда я открывала глаза. И я понимала, что это средство у меня попало сейчас в глаза. У меня абсолютно не было никакого раздражения, а у меня чувствительные глазки. Поэтому я рекомендую вам попробовать, если вы еще никогда не сталкивались с брендом шоколад, это натурально-профессиональная косметика. Очень приятные составы, как я уже сказала, натуральные и очень приятные ароматы. Я не уверена, что есть средства, которые совсем не имеют ароматов, поэтому тут уж извините, если вы не любители ароматов, то, скорее всего, этот бренд не для вас. Далее, после умывания я наношу какой-то тоник на ватный диск, протираю все лицо, для того, чтобы просто избежать момента, когда осталось какое-то средство для умывания на лице. Ну, где-то, знаете, вот здесь, около волос, около ушек. В общем, я на всякий случай доснимаю все это, даже после того, как умылась водой. И вообще-то не за цена. Очень полезно выравнивается pH-баланс после воды. В общем, нужная вещь, и для этого нужны тоники. Увлажняющие с экстрактом ягод Годжи из той же самой серии от бренда Шоконад. Я показывала вам его в видео. Я наносила его и на маски глиняные, для того, чтобы они не засыхали. И вообще, очень приятное средство, состав натуральный. Аромат очень мне понравился. Вообще, вот в этой серии очень приятный аромат. Хороший мелкий распылитель. Я так думаю, что я сейчас его использую для чего-то еще. Мне жаль его выбрасывать. Но здесь, в общем, небольшой, конечно же, объем для меня. Здесь 100 мл. Я очень много использую тоников. Поэтому для меня вот этот вариант ненадолго. Но зато очень приятное ощущение на коже. Влажненности и даже слегка напитности. Экстракт алоэ, сок ананаса, цветков акации, гиалуроновая кислота, экстракт гомомелиса. То есть, все то, что успокаивает, увлажняет кожу. В общем, это не просто тоник, но он еще и гиалуроновый. Ну да, я думаю, что я могу его рекомендовать. Очень приятно и по составу, и по действию на кожу приятно. Следующие два средства, очень бюджетные, это гидролаты. Душистый мир бренда. Мне присылали их на обзор, как и бренд Шиканат тоже высылает мне на обзор средства. Что-то мне нравится меньше, что-то больше. Я должна вам сказать, что это, конечно, очень бюджетная замена многим гидролатам. Но не везде приятные ароматы. То есть, я не люблю кисловатый аромат, а здесь, ну вот, в частности, гидролат для волос был с мятым таким немножко ароматом. Розмарин лопух он называется. А вот гидролат микс для лица, василек и роза. Не знаю, в чем проблема, то ли василек, то ли роза. Наверное, роза, да, только кисловатый аромат мне не нравился. Поэтому я его использовала в качестве такого основы для создания других тоников. Я вам показывала это в видео. В общем, он у меня не пропал зря. То есть, сейчас я остаточки уже доиспользовала. Вот, все, они пустые. Я бы советовала вам обратить на них внимание, особенно, если у вас ограничен бюджет. То есть, есть гидролаты, которые 250, по-моему, или 200 рублей, 250 миллилитров стоят. То есть, зайдите на их сайт, посмотрите, если для вас это очень актуально. Ну, гидролаты, вы сами знаете, для чего. Они могут использоваться и для волос, для кожи головы, для увлажнений, для лица. И сверху в качестве закрепления макияжа. Если, конечно же, очень вот такой вот мелкий спрей вам повезло. Здесь не очень мелкий. Я вам честно скажу, если будете приобретать, скорее всего, вам придется перелить его, если будете закреплять этим средством макияж. Ну, или просто увлажнять лицо. Но для волос вообще отлично. Я, например, накручиваю волосы на бигуди. И у меня кудрявые сами по себе волосы. Для того, чтобы их уложить в правильную сторону, я накручиваю на бигуди. Слегка сбрызгиваю иногда, если волосы прям совсем уже такие сухие, в стайлинге, возможно, даже в каком-то. И потом, ну, полчаса, к примеру, мне нужно для того, чтобы их как-то уложить. Это если они уже в стайлинге. Если чистые, то мне и 10 минут достаточно. Вот, так что вот такие вот гидролаты для волос я еще вот в таких целях использую. И увлажняют кожу головы приятно. И прическа получается в итоге. Что мне очень-очень понравилось, к сожалению, закончилась с Nail 96. Вот бренда Corsair X. Заказывала на сайте Аферб. Это корейский бренд, в котором очень много интересных продуктов. По хорошим ценам, доступным абсолютно. Здесь целых 100 мл вот такой вот, ну, это эссенция называется, эссенс, да. Но на самом деле она густая, такая вот, как больше, как сыворотка эссенции. Все-таки в корейских брендах это что-то такое, типа водички. Но в редких случаях вот такое, да. Оно было похоже на гиалуроновую кислоту, прям такую густую-густую. Но это муцину улитки. Кстати, на муцину улитки довольно часто бывают аллергии, потому что, ну, по сути, это белок. Я снимала об этом видео, рассказывала о его пользе. Поэтому загляните туда, если вы еще ни разу не использовали муцину улитки, хотите попробовать. Если вдруг у вас аллергичная кожа, пробуйте, пожалуйста. Ну, где-то вот на сгибе, возможно, руки. В общем, смотрите, чтобы у вас не было никакой аллергии. У меня нет, слава богу, хотя кожа такая чувствительная. Мне нравилось, как разглаживает кожу, увлажняет. Кожа прекрасно сидит и под макияжем в том числе. И, конечно же, такие средства, как и сыворотки эссенции, обязательно нужно перекрывать кремом. В общем, когда-то я его обязательно повторю. Сейчас довольно много всего в запасах. И у меня 6 месяцев без покупок ухода декоративной косметики и аромата в том числе. Вот, поэтому я сейчас в довольствии с тем, что у меня есть. А я, поверьте мне, довольствуюсь, потому что у меня всего много в запасах. Так что, да, средства очень и очень хорошие. Еще в этом бренде очень много средств для проблемной кожи. Обратите на это внимание. И для возрастной, и проблемной в то же время. То есть, что довольно редко случается. И вообще, все свои любимые бренды с сайта iHerb я перечисляю под каждым видео. И в своем комментарии закрепляю. Прямо ссылочки на странички этих брендов. Так что, обратите внимание, Косерекс отличная бренд. Два средства тоже с муцином улитки. Но здесь еще есть протеины миди и также экстракт алоэ. Что здорово. Потому что эти средства абсолютно не скатываются ни под макияжем, не при нанесении друг на друга, а прекрасно дружат с другими кремами. Если вы, например, их будете миксовать, мне понравилось то, что они полностью впитываются. И крем мне очень понравился для моей склонной к сухости в этот период кожи. Потому что он еще и питательный, но при этом легкий такой. То есть, он не как масло на лице. Приятное ощущение. Это бренд Шоконад. Есть такой вот сбалансированный состав. Я имею в виду и алоэ, и протеин и миди. То есть, то, что больше успокаивает и питает кожу. То есть, это такие средства, которыми можно обойтись, в принципе, полностью, как полный уход. То есть, вы наносите тоник, дальше наносите сыворотку и крем, и все. И в том числе, под глаза я их тоже, кстати, наносила. Вот. И все было хорошо, и у меня не было отеков. Если у вас сильные отеки вокруг глаз, пожалуйста, не наносите жирное средство. На такую вот склонную к отечности кожу. Особенно масла. Всем, кто хочет попробовать что-то натуральное, вот с таким интересным составом. Разглаживает, питает, увлажняет, я бы очень советовала. В видео об уходе, специальном уходе антикуперозном, я рассказывала вам об этой сыворотке. Это бренд Плияна, профессиональная натуральная косметика. Российско-швейцарский бренд. Здесь очень серьезные, такие активные, хорошие, при этом допустимые для использования дома, самостоятельно компоненты. Это пеноксид. Он уплотняет кожу, он сужает уже расширенные сосудики. Это здорово, но пользоваться, конечно, нужно регулярно. Ну, или какими-то такими активными, большими курсами. 30 мл мне хватило, ну, приличное время, потому что я же не на все лицо наносила. Только под глаза и вот вокруг носа, чуть-чуть на подбородок. Я бы рекомендовала вам, знаете, как поступать. Например, если вы ограничены в бюджете, приобретать базовый уход в бюджетных сегментах. А именно антивозрастной, либо вот такой для проблемной кожи, для определенных зон приобретать все-таки в профессиональной косметике. Или, например, корейские средства какие-то. Они активные, они рабочие. То есть, ну, если у вас есть доступ, например, вы в России, то вам легче приобрести что-то, например, плеяное или шоконад. И если, например, вы где-то в Европе, вам, конечно же, проще, ну, приобрести что-то с сайта iHerb. Я это понимаю. Поэтому все различные средства с активными составами я обязательно вам показываю. Мне понравилось. Я обязательно буду когда-то к нему возвращаться. Возможно, не сейчас, потому что у меня есть еще сейчас средства и идут еще ко мне антикуперозные. Поэтому сейчас я вам просто говорю, обратите внимание на вот такие вот сыворотки. Они вам очень-очень помогут в вашем особенно антивозрастном уходе. И еще две сыворотки. Да, у нас их оказалось сегодня много. Да, это сыворотка от знаменитого, насколько я помню, китайского, по-моему, да, бренда. Я показывала вам ее в своей косметичке месяце. Я решила ее использовать под макияж. И как-то я так активненько ее использовала, что она у меня даже закончилась. Она с гиалуроновой кислотой. Вандер такой, улучшитель, эссенс, эссенция, по сути. Ну, такая густая была, похожая на вот предыдущие от Corsair X. И это известный довольно бренд. Его можно заказать где угодно, на ebay, на алиэкспресс. В общем, сейчас, по-моему, уже даже и в магазинах она есть. Ну, в таких, знаете, где есть корейская, китайская, японская косметика. Мне, в принципе, понравилось. Но, знаете, кому подойдет больше, чем мне? Тем, кто любит матовый эффект на коже. Как ни странно, она увлажняет, но при этом матирует. Очень странное такое ощущение. Даже, знаете, не матирует. Какая-то бархатная такая вот кожа становится. Наверное, хорошо для тех, у кого жирный такой вот всегда финиш на коже. У меня просто блестящая кожа. Она не жирная при этом. Но вот для людей, я так думаю, жирной кожей очень понравится эта сыворотка. Ну, она такая немножко странненькое название, вы видите. И следующая сыворотка, которая мне очень понравилась. Вот, просто очень. Удивил меня на этот раз бренд Fiberlic. Это серия Renovage. И вот эта вот маленькая сыворотка, мне ее надолго, честно говоря, хватило. Знаете, почему? Здесь 15 мл всего лишь. Потому что она такая мысленистая. Сыворотка, это называется активатор жизненных сил клеток. Вы мне ее рекомендовали попробовать. Я приобретаю все, ну, заказываю с сайта Fiberlic по вашей рекомендации. То есть, вы мне что-то советуете. Я заказываю, тестирую и потом снимаю отзыв. Вот эта сыворотка, на мой взгляд, для моей взрослой. И склонная к такой стянутости немножко иногда, особенно когда я долго нахожусь в макияже. Вот сейчас мне уже, честно говоря, даже хочется смыть его, потому что сегодня я весь день провела в макияже. Мне это очень понравилось. Знаете, такое ощущение, как будто ты уже вроде бы нанес какой-то крем. То есть, ну, его нет, она тоненькая, она легкая, но при этом она очень питательная. Кто пробовал, спасибо вам огромное. Кто мне написал, что она хорошая, обязательно попробуйте. Я думаю, это вот как раз та сыворотка от Fiberlic, которую стоит повторять. Лично мне, для моей кожи. То есть, если остальные были просто приятные, приятное увлажнение, такое легкое, некоторые подтяжечку такую давали, то вот это прям питание. И это, конечно, здорово, мне очень понравилось. Номер у нее 0785. Движемся дальше. Теперь, после того, как я донесла сыворотку какую-то, да, или эссенцию вначале, потом сыворотку, я наношу крем под глаза. Ну, в том случае, если я наношу какой-то питательный крем для лица, я хочу сразу же как бы перекрыть эту зону. Такая маленькая подсказочка. То же самое я делаю, когда делаю маски. На всякий случай, особенно если кислотный, я сразу перекрываю эту зону, чтобы туда ничего лишнего не попало, потому что там очень кожа тоненькая. Это крем от Derma M. Серия называется Firmin DMAE Eye Lift. То есть это вот Firmin серия с фиолетовой такой вот полосочкой. Это американский бренд, который доступен на iHerb, а у нас он продается на других сайтах в три раза дороже, к сожалению. Но, увы, а крем хороший. Есть очень много сейчас споров по поводу этого компонента DMAE. Дело все в том, что он уплотняет кожу, то есть как будто немножко ее вздувает слегка. Ну, то есть вам сложно будет это представить, но клетка как будто наполняется, да. И если использовать постоянно, то кожа станет не очень ровной, как бы рельефной. Но если использовать курсами на те зоны, никуда попало везде на все лицо и на зону шейдикальты везде. Нет, на те зоны, которые нуждаются в уплотненности больше, то это работает хорошо. У вас становится меньше видны венки, к примеру, под глазами, слегка подтягивается кожа вокруг глаз. В общем, курсами самое оно. То есть 10 штук сразу повторять не надо, но один в течение, к примеру, полугода отлично, на мой взгляд, для возрастной кожи. Вообще, все вот это вот линеечка, оранжевая кислотная и вот такая вот фиолетовая антивозрастная, отлично, мне очень нравятся эти средства, я бы рекомендовала вам попробовать. Несмотря на то, что здесь даже, по-моему, не 15, да, 14 миллилитров, нужно его уже не так много. То есть только на ту область, где вам нужно уплотнение именно кожи, да, где нужна, ну, такая меньшая прозрачность. И поэтому он очень долго у меня уходил. Я, конечно, не дала ему пропасть ни капельки, видите, я не стесняюсь разрезать баночки. И использовала с огромным удовольствием. Обязательно когда-то повторю. Крем, про который я вам уже плакалась, что он у меня заканчивается. Это крем от Шоссе до Бенефианс. И хорошо, что я была умная. И когда была акция в Литуале 1 плюс 1, я купила по фактически цене менее даже, чем одного крема, целых два. Вот я тут от радости все сшибаю. Вообще, все в такое легкое маслице, которое очень хорошо впитывается. Лежит даже под макияжем. В общем, отличный крем для сухой кожи, для возрастной. Для тех, кто никак не может определиться, какой ему крем использовать, и все сушит, и сушит под глазами, и все стягивает, попробуйте Шоссе до, если есть, на что его приобрести. Потому что крем, конечно же, не бюджетный. У меня прям сегодня какие-то прекрасные отзывы. Я рада. Это хорошо, я нашла хорошее средство. Многие из них, кстати, очень даже бюджетные. Реновейдж, опять же, та серия. Чувствуете, да? То есть, вероятно, эта серия моя. Друзья, значит, омолаживающий крем для шеи и декольте. Вы мне говорили, его попробуй, Жанна, попробуй. Он тебе понравится. Да, ребята, спасибо, он мне очень понравился. Действительно питательный крем. Он очень бюджетный в Фаберлик. На него часто бывают скидки, как ни странно. Он 300 с небольшим стоит. Здесь огромный объем. Ну, в скидке он так стоит 75 мл. У него артикул 0783. Он, правда, стоит вашего внимания. Зона шеи и декольте была очень признательна. Он впитывается хорошо, при этом питает хорошо, что бывает редко. В основном такие кремы, которые жирненькие, они долго лежат пленкой, пачкают иногда одежду. Это не всем нравится. А вот этот, отлично, обязательно буду повторять. И следующий крем, который вообще не поняла в плане того, что он должен подтягивать что-то там зону шеи и декольте и бюст. Но это был хороший для меня крем для рук, ног, тела и так далее. Я не увидела никакой подтяжки. Особенного какого-то супер питания я тоже не увидела, но увлажнение хорошее, правда. Бренд Формона. Такое странное название. Невязолон, да, как-то так. Он мне все равно как-то понравился по аромату. Никак он не воздействует, конечно, на кожу бюста. То есть ничего невозможно подтянуть. И нереально, кроме как упражнениями обратно вернуть упругость кожи и вообще мышцам. То есть кремы так не работают, как здесь заявлено. Но он большой, он его питает и увлажняет. 100 мл. Мне кажется, для рук, ног, вообще для тела вот такой крем очень хорош. Если вы видите в подружке, можете смело купить. И тем более за 100 рублей, как купила его я очень даже очень. Итак, друзья, это была первая часть видео о том, что съела моя кожа. Иными словами, пустые баночки. Я буду ждать вас во второй части. Спасибо огромное, что вы были со мной. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте пальчик вверх. А также делитесь им со своими друзьями. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока. 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 Пока.